в этом видео мы поговорим как не врать себе напоминаю вы на канале с медицинским психологом здесь про нутрициологию питание психологию жизнь я алена привет сегодня про то как не врать себе я просила своих клиентов закрытом клубе написать то что называется цели на год свои цели и вот это видео посвящается всем кто написал огромную огромную мне поддержку и очень хочется действительно с вами поработать в этом направлении первое как не врать себе многие пишут в целях то что они действительно не смогут достичь или это не является их целями например нормализовать кортизол справиться с инсулинорезистентностью в этот момент пробежать марафон еще родить первого ребенка и открыть свои курсы по программированию мы немножко понимаем что это все из разряда фантастики и когда настолько у у человека все в каше мне хочется напомнить вам о садвг и синдромах двигательной активности нарушения внимания когда идут такие серьезные моменты поэтому вот что хочется вам донести если вы действительно решаете для себя делать какой-то проект решаете для себя что-то делать очень важно перестать обманывать себя вы как никто другой знаете себя вы знаете все до мелочей как бы вас не учили что вам есть как вам спать где вам там плавать где вам прыгать вы все равно выберете так как комфортно вам никто не знает где у вас пережим где у вас режим а где у вас жим никто не знает вашу генетику и никто не знает ваши реакции на события например когда я говорю человеку о том что ты не сможешь сделать вот это вот это потому что я видела твою генетику и я общалась с тобой он не говорит но нет я смогу я хочу вот эти соревнования пройти я хочу вот это сделать а я объясняю что с его показателями с его ситуации с работой и семьей это будет сделать возможно при условии что он откажется от каких-то дивидендов например дивиденды из разряда побыть с семьей дивиденды из разряда собрать отложить деньги на то что хочется а не потратить их на гору добавок и там какие-то не какие-то на какую-то еду в общем вот такие моменты когда вы врете себе и говорите не да да я смогу я смогу это похоже на толпу который в которой что-то внушает и человек под этой эйфории говорит да я считаю что супер важно для себя не быть ни в какой никогда эйфории потому что именно это эйфория очень очень часто и приводит к ошибкам не вашим это так как человек например с гемохроматозом с нарушением работы желчного с скажите мне с жильбера садится на кето диету и на такой у меня получится сбросить вес он это делает и попадает в больницу на операционный стол потому что он забыл что у него есть своя генетика вот такие моменты про врать себе или я хочу ребенка я так хочу ребенка я хочу быть мама я хочу быть мамой я хочу быть мамой а ты готова быть мамой у тебя все в организме хорошо ты родишь здорового ребенка потому что у тебя есть железо белок к нормально кальций у тебя все хорошо с щитовидной железой или ты родишь ребенка чтобы дальше как бы мы понимаем что но вот такие некоторые моменты это не отпугивающие моменты это моменты на подумать и когда мы врём себе о том что завтра завтра я брошу смотреть там какое-то видео или завтра я куплю себе абонемент зал или завтра я перестану есть эту кашу углеводную наконец-то начну и завтрак с белка с там в общем общем вот такие моменты когда мы себя обманываем и делаем как по привычке здесь очень важно с собой четко взаимодействовать и хорошо себя знать никто как никто как не вы не знает что вам лучше что вы хотите и какие у вас цели напоминаю что бывает больно бывает страшно бывает неудобно бывает организм ломается подводит если вы идете своими целями и действительно они ваши то у вас все получится следующий момент это не ваши цели не ваши желания не ваше состояние потому что неправильно как я говорю подобраны к факторы поэтому одному человеку нужно одно другому нужно другое и не врать себе это значит это не значит отвергать все возможности это значит делать все максимально так чтобы вам было комфортно и следующее врать себе можно в чем угодно но придет время расплаты и тогда когда я попрошу вас сейчас прям подумать вот вот вам уже вас могилу закапывают что на могилке напишут о ком это а о чем эта жизнь этого человека ком она что он делал что там выдающийся было если вы так будете смотреть на свою жизнь что напишут на моей могиле грубо говоря на банально страшно неудобно но тогда у вас немножко по-другому начнет меняться мышление хотя бы в этом начнете думать я хоть отец или там мать начальник цеха или там не знаю управляющий или вот какие-то такие ассоциативные моменты начнут появляться а когда вы живете про жизнь других и врете себе что получится например у меня был в практике мальчик недавно он похудел на эти не совру 57 килограмм это было нелегко но могу сказать что когда он это делал у него не было других целей и других действий потому что у него ни на что другое не было времени это было существование в другой жизни то есть своей же жизни но присутствие в ней то есть чуть-чуть на работе на работе вообще завал потому что все время отдается тренировкам питанию сну и организм в состоянии дефицита он как бы не так функционирует как как у другого человека именно поэтому когда он не заявлял о том что похудеть жениться и перейти на новую работу я сказала оставь что-то одно не обманывая себя оставь что-то одно что действительно супер для тебя важно и вот он взял это и правда у него получилось потом у него получилось и больше но а судя с чем они нужно гнаться за тем что не ваши не нужно обманывать свою систему бери конечно больше но унесешь ли поэтому вот это видео про то что обманывать себя можно но организм имеет свои ресурсы и у вас всего каждый день 24 часа а вот куда вы их потратите будут ли у вас электролиты минералы будете ли вы спать потратите ли вы на состояние реализации обучения или движения уж это знаете только вы у каждого свои приоритеты о приоритетах у меня был отдельный ролик посмотрите его с радостью вам отвечу